Всем привет! С вами Лёха Элэс и Павел Никонов! И мы рады вас приветствовать в Борода BMX Парке на третьем сезоне Wintering BMX Battle. Ну что же, уже впереди совсем скоро финал. Сегодня состоится второй полуфинал и мы узнаем имя, собственно, обоих уже соперников в этом самом финале. Как вы уже знаете, правила действительно ужесточились, что сделало игру гораздо более интересной. Ну а участников я вам сейчас объявлю. Не буду много отвлекать времени, потому что действительно жаркая битва состоится уже прямо сейчас. Итак, встречайте второй полуфинал третьего сезона Wintering BMX Battle Александр Аксенов против Михаила Степкина! А вот и первый участник этого баттла Александр Аксенов. Санёк, привет! Привет, привет всем! Смотрю, улыбаешься, настроение хорошее, да у тебя? Да, как и всегда. Слушай, ну у тебя соперник, конечно, моё почтение. Как вообще, готов к нему? Готов. Будет сегодня много чекенбаров от тебя? Я не знаю, я думал об этом, но навряд ли. Слушай, мне кажется, это дико круто будет, если ты Мишу Степкина закроешь трюками Миши Степкина. Ну, посмотрим по ситуации, возможно, рискнул. Ну, попробуй, но смотри тоже, ты же понимаешь, что этот парень такой, если он в ногу вцепится, уже не отпустит. Но он профи, я не спорю. Да, да, так что смотри, он тут даже рассказывал, что его недавно на контест позвали, да, в этот самый, в Ростов. И там он выиграл, но ему ничего не дали, потому что сказали, что он про. Понял. Так, респект, да, вместо того, чтобы готовиться к батлу с тобой, съездил бесплатно в Ростов. Миша, тебе респект. Слушай, как тебе вот эти новые обновленные правила от Павла Никонова, что теперь только один трюк можно вообще букву стоять? На самом деле интересно и хочется уже попробовать, типа, в хорошую эту сторону повлияет или в плохую, но в целом пофиг. Ну, типа, я же много трюков умею, да и Миша тоже, поэтому сейчас увидим. Слушай, ну, посмотрим по-любому. Ты, я знаю, умеешь не то, что много, а, мне кажется, практически все вообще стритовые трюки, ну, за некоторым исключением. Которые, надеюсь, сегодня, конечно, Миша тебе пару буквок поставит. Но посмотрим, может быть, не больше. В конце, кто твои партнеры в мире BMX, скажи, пожалуйста. Магазин Stress BMX и магазин Stress Bike Shop. Ой, ну, бренд, ну, вы поняли, Stress BMX и Stress Bike Shop, все как обычно, чуваки. Родители, мама, папа, друзья, все поддерживают меня, очень сильно болеют. Вот. Им всем огромный лично от меня респект, Сань, а те удачи и погнали. Погнали, спасибо. Погнали! Погнали! А вот и второй участник сегодняшнего баттла, Миша Степкин, собственной персоной. Здорово, Мишань. Здорово. Очень рад тебя видеть. Слушай, расскажи, ну, что, как ты вообще готов к полуфиналу, к аксену вообще в целом? Как настроение? Настроение супер. К полуфиналу готов. Так, ну, расскажи, что тебя мотивирует к победе? Давай, приступим. За деньги, да? За деньги, да. Сколько денег сегодня стоит на кону? Десять. Десять? В тот раз двадцать было? Надо уточнить будет. Ну, что-то уже это, на понижение пошел. Слушай, ну, как бы, как вообще босс оценивает твои успехи в нашем турнире? Я думаю, нормально оценивает. Миша, да, не многословен сегодня, а что ты думаешь? Давай. Я думаю, шеф верит в меня. Шеф по-любому верит, да, главное, чтобы верили все остальные. Расскажи, как ты будешь с аксом бороться? Чикенбарами или какой-то своей другой тактикой, как вот с тыквой было? Что будет? Трюки будут, пошел. Трюки реальные? Чикенбар это трюк или нет? Чикенбар это трюк. Значит, трюки будут. Слушай, в принципе, мне не терпится перейти к батлу и посмотреть, что же будет на самом деле. Давай, по классике расскажи, кто твои партнеры. Мои партнеры это Логово, они строят скейт-парки. Заказывайте, стройте, короче. И мама. Ну и пацаны из Краснодара, которые мне велосипед там собрали. Русик Туркл он мне раму дал. Короче, все супер. Подшипнички на Факт Сторию взял, выжимку. Ну что, Миш, погнали? Погнали. Чуваки, погнали. Это заключительный полуфинал. Чикен! Итак, Жеребьевка, но перед началом Жеребьевки Павел Никонов, главный судья нашего турнира, зачитает драфт-лист. Итак, Акс забанил Миши опыт сметы, лайки и терндауны. В то время как Миша забанил Аксу, Опа, Круйкеты, Беккордсы и Моузмэну. Ну, как-то так. И монетка у нас один динар из Туниса. Сергей Александрович, большой шат-аут. Итак, у нас девушка трогает ветку или щит? Щит. Давай ветки потрогаем с девушкой. Щит. Начинает Александр Аксанов! Опа, випс кат. Хорошее начало, но, к сожалению, слетела нога. Такой Павел Никонов на заказе не засчитает. Поэтому ход переходит сразу же к Михаилу Степкину. Гадаю, оппозит, туз, оппа, хард, вон эти. По грани вверх. Идеальное исполнение сложнейшего элемента, не в свою сторону. Красавчик Мишаня явно подготовился к этой игре. Посмотрим, как Александр Аксанов будет отбиваться. Шанс-то у него есть. Сразу же отбивается! Как изящно он выполнил это движение! Попробуй добрать, чтобы випс кат. На этот раз без каких-либо вопросов! А вот есть вопросики у Миши к этому трюку или нет, мы прямо сейчас узнаем. Миша Степкин берет совет у зрительского зала. На данный момент это Денис Кондраев и Роман Быков. Крайне интересно, что же они ему такого советуют. Молодец, Мишаня! Киев, в принципе, все правильно сделал. В одну ногу завел. Все шансы прямо сейчас увести этот трючок у него имеются. Ой, 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 ой! Антон, близко! Давайте рискнем и предложим ему Малеган. Миша, нет, отказывайся от Малегана и счет 1-0 в пользу Александра Аксанова. Гадаю тейбл вот тут в хип через квотер. Красавчик, Миша! Отличный тейбл-топ! Олег, как вам? Все четко. Если Олег Александров засчитывает, то у Павла Никонова даже вопросов нет. Я даже спрашивать не буду. Есть у тебя вопросы? Конечно, еще бы у него были вопросы. К сожалению, нет. Вот она, Ахиллесова пяточка. Маленькая, прям такая у Аксена. Смотрим вторую попытку, но вряд ли, вряд ли. Давайте пропустим это. И счет 1-1. 360 крингфлип в скат. Паша подтвердил, в шатуны считается. Погнали. Как жалко. Такой сложный техничный трюк. К сожалению, минус. И ход переходит к Михаилу Степкину, к которому сейчас есть шанс вырваться вперед. Посмотрим, воспользуется он им или нет. Гадаю с подката. По-моему, все четенько. Павел Никонов подтверждает. Отличная комбинация от Михаила Степкина. Но хэнд очень жесткий. Браво, повторяет Александр Аксенов. Но вот по ноу-хэнду есть явно вопросы. Павел Никонов, как вам такая комбинация? Вот так вот. Браво, Саша! Снова ноу-хэнд, по-моему, сделал получше. Я не знаю, Павел, засчитает в этот раз или нет. Но тем не менее, все равно удержал этот мэддл и идеально просто паркинул. Контроль этого парня зашкаливает. Но вопрос в ноу-хэнде. К сожалению, нет. Такой ноу-хэнд не считается. Не нравится, к сожалению, Павлу Никонову. Такие ноу-хэнды. Пишите в комментарии, как вам такой ноу-хэнд. Можно такой зачитать или нет. Но пока в нашем турнире счет 2-1. Еще раз 360 крэнк-флип, Скат. Что-то он и считается, чуваки. Опять же. На этот раз идеально! Сложнейшая комбинация! И треха, и крэнк-флип все вместе. Это выглядит просто майн-флоу. Собственно, вы только что это увидели. А увидим ли мы еще раз это? На этот раз от Миши Степкина. Увидим прямо сейчас. Хорош, Пишанин закинулся, закрутил трешку. И крэнк-флип кинул. В принципе, шансы имеются. Давайте посмотрим вторую попытку прямо сейчас. Загадываю оба ванетти на слайдер в Индиан до плашки. Это уже классика Михаила Степкина. Сначала мы не понимали, что это, а потом привыкли. В принципе, нормально. Все шансы у Саши есть повторить этот элемент. Собственно, кому Миша такую историю нашел гадать? Саша, имеет место Маллиган? Нет? Давайте возьмем небольшой тайм-аут. Саша думает. В принципе, мне кажется, самое место взять Маллиган, отбиться на этой достаточно простой комбинации и пойти дальше. Маллиган передумал, брать. Короче, 0-1 эти бар на фулл-кап-бар. Погнали. Эта классика от Акстена подъехала. Без каких-либо вопросов вряд ли Миша сейчас сможет отбиться. Ой-ой-ой-ой. Ванетти бар был. Фулл-кап-трака, собственно, не было. Посмотрим. Я думаю, не будет. Паш, как ты считаешь, будет или нет? Вообще, Миша делает крутые фулл-кап-бары, поэтому у него все шансы сделать, почему нет. Разбей. К сожалению, для Михаила Степкина нет. И Павел Никонов на этот раз был неправ, а я оказался прав. Ну что же, счет равный. 3-3. И Маллиган в этой ситуации даже предлагать я не вижу смысла. Я гадаю, Опа Ванетти, Опа Бар с большой тумбой. Погнали. Вот он полегает! Красавчик Мишане кинулся. Очень красивый и сложный трюк. Все, не в свою сторону. Но, к сожалению, минус. И инициатива сейчас приходит к Александру Аксенову. Я думаю, он не упустит шансы. И дальше у нас уже игра будет в одну калитку. Но кто я такой, чтобы делать прогнозы? Смит Фибл, Опа 3. Идеально залетает! Посмотрим, как Миша Сепкин справится с этой комбинацией. Хорошо зашел Нат Смит. Фиблом пока не пахнет. И трешечка, естественно, оппозитный тоже. Миша, вторая попыточка. Смотрим на тебя. Болеем всем силом, как говорится. И Миша Сепкин отбивается, справляется с этой непростой комбинацией. Респект! Молодец, Мишаня! Павел Никонов кивает одобрительно. Нравится такой Миша Сепкин? Да, Миша хороший. Респект! А у нас Гэс Клиф. И так как это полуфинал, ставки на максимум! Супер гость! Главный судья нашего турнира Павел Никонов. И сейчас он вам покажет, что такое сигначит рики. Можно Малеком. Давайте я доделаю оппо-ванет и оппо-бар с большой грани. Погнали! И он справляется! Крайне сложный трюк! Респект, Миша! Красавчик! Реально круто! Ее в свою сторону с достаточно большой высоты Иванетти и барспин. Посмотрим, как Саша будет отбиваться. Судя по его лицу, он уже немножко напряжен. Не хочу, парни. Не верю в себя. Саша, ну как так? Я вот в тебя всегда верю, Саша. Все равно ты крутой садил. Ладно, сейчас посмотрим. Дальше. С подката Крукет на оппо-бар. Погнали! Идеальная техника исполнения! Какие красивые трюки у Саши! И этот конкретно не исключение. Запрыгнул на Крюкет, но слетела задняя бега. На Крюкете такое нередкость. Вторая попытка. Смотрим. Дотянул этот Крюкет до конца, но барспином, тем более оппозитным, даже не пахнет. Не знаю, есть ли смысл на этой комбинации предлагать ему Малега, но он пошел советоваться со своей группой поддержки, в которую входят Денис Кандраев, Роман Быков и, конечно же, Русик Рустамов. Гадаю, Ванетти, випс-кат. Погнали! Ну почему, действительно? Ну почему? Ну почему? Пишите в комменты, почему, действительно. Мишган вроде умеет даблпэк Хар-3, посмотрим, справится ли он с этим. Даблпэк Хар-3 на этой грани. Идеальное исполнение! Очень высокая грань, сложно запрыгнуть, и крайне сложно, и страшно отпрыгнуть на Хар-3-ку. Но Саша с этим идеально справляется. Респект просто максимальный. Закинулся Миша, но в принципе, мы все знаем прекрасно, что он Хар-3-ку идеально делает. Буквально на прошлой игре нам показывал, как с рейла делать. Здесь практически то же самое. Я думаю, должен справиться с этой историей, с этой, прямо сейчас. Миш! На все бабки закинулся, Михаил Степкин. Какая интересная плоскость вращения. И толпа сконтирует Маликан. Я к ним присоединяюсь. Маликан, Маликан! Ты берешь Маликан? Миша Степкин берет Маликан! И это реализованный Маликан! Да! Гадаю свой Дэй Смит на фейке. Поехали. Хорошая комбинация, достойная. В принципе, у Саши все шансы повторить есть. Но такой трючок с приколом. Да, Паша? Да, Леша. Смешно вообще прикол-то? Само неплохо. Эспект. Первая попытка в Малакон. Мимо. Смотрим вторую. Походу, тактика Миши Степкина сработала. И это другой Миша Степкин. Совершенно верно. Мы видим минимум трех Миши Степкиных на этом турнире. Респект. Счет 5-4. Аксен, конечно, в такой незавидной ситуации сейчас находится. Посмотрим, помогут ли ему советы его тиммейтов. И, конечно же, самого Олега Александрова. Я надеюсь, что помогут. Рейлрайт вниз на Ванетте. Давно у нас не было вьюика Лиссейбер 87-го года. Идеальный, легендарный автомобиль. Моя красота. Хорошо, молодец. Миша прицеливается. Запрыгнул на дабл. Уже, на самом деле, неплохо. Фигура крайне опасная, мягко говоря. Браво! Просто браво! Михаил Степкин! Снимаю шляпу! Сказать мне нечего больше. Гадаю в апрел. Даблбек. Хардвана. Гадаю в апреле на ТВ. Вот это да! По-моему, это просто жирнющая точка в этой игре. И вполне возможно, фаталити для самого Александра Аксенова. Три попытки. И маленький у него тоже есть. Сейчас увидим, получится у него отыграться или нет. А-а-а! Да, да, да! Да! Лед научается. Лохан! Нормально, нормально. Живет. К сожалению, нет. Вторая попытка не удалась. Надел шлем, но, тем не менее, вип-час не кинул. Уже после такого удара головой, действительно, уже особо не поиграешь. Ну что ж, посмотрим. Одна попытка исключительно у Саши остаётся, и автоматический Малеган после неё. Браво! Браво! Александр Аксенов отбился! Даже до автоматического Малегана дело не дошло. Так, Ванетти с подката. Халфкапмен у Ванетти на столе, и Халфкап випскат. К сожалению, нет. Видимо, какая-то раскалибровка произошла у Саши. Ну что ж, у Миши есть ещё одна возможность закончить эту игру прямо сейчас. Павел Владимирович, устали? Тогда встречайте новый вкус соковой линейки Горилла Энерджи. Экзотичное и сочное сочетание питая и ананаса. В новый Горилла Драгонфрут Пайн Эппл. Будет бодрить вас дикой энергией этим летом для бодрящей катки. Реально топ. Ищите в магазинах своего города. Загадываю трёху вип на фейке в Квотере. Шат-аут, Влад Мельник. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну что ж, в любом случае у Миши ещё будет попытка на этот трюк. А пока ход приходит к Александру Аксенову. Овер Крэнк Ванетти. Вот по вот этой реле вниз. Отличный трючок, всё чётко. Респект, Санёк снова на коне. Посмотрим, как Миша Стёпкин отобьётся или нет. В принципе, у него в любом случае будет ещё попыточка. К сожалению, это не считается, потому что было касание передней пэга, и такая грязь не проходит. Это не крэнк-карм, это типа туз-крэнк, а Аксен гадал крэнк-карм чистый. К сожалению, нет. Пробую 3 вип-фейки в квотере ещё раз, погнали. Ну а было близко. Снова проверяем на стабильное смешание в Ванетти. Half-cup manual в Ванетти на столе, half-cup manual 3 в скат. Знаю, что он сделает, но давайте, сделаю я. Хорош, прям дожал эту трёшечку, смынул в конце. Павел Никонов сейчас смотрит заветный повтор. Давайте уточним, всё ли там чётко или нет. Мне показалось, что, в принципе, как будто бы норм. Нет, это не считается, потому что, ну, во-первых, Хак сделает этот трюк суперчисто. В этот раз была грязь даже, типа, ну, больше 90. Нет, к сожалению, нет. Беру то ли крысу, то ли собаку и пробую 3 вип-фейки ещё раз. Хз, просто нарисовали. Ну, наконец-то, красавчик Михаил Стёпкин забрал этот трючок. И вполне возможно, вот сейчас будет фаталити для Александра Аксенова. Но это не точно, потому что и 3 вип-фейки Саша отлично делает. Пока мимо, но вроде как бы в том направлении. Смотрим ещё две попытки и автоматический малеган. Как говорится, поймал гуся на вип-фейки. Саш, поаккуратнее, ещё одна попытка и автоматический малеган. Смотрим. Ну, что же, третья попытка минус. Настало время автоматического малеган. Все те, кто прямо сейчас смотрит премьеру на нашем YouTube-канале, быстрее пишите в чат, сделай или нет. Жаль, он был так близок, но, к сожалению, нет. Миша Стёпкин, посмотрите, как радуются его друзья. Ручик Крустамов и Денис Кондраев. Все здесь, вот. Это Автобаз, это Тольятти, блин. Хороший, ну, хороший трюки, чувак. Стучная игра, парни. В смысле? Артёма не было в финале, поэтому я не хотел выиграть. Ну, шнила. Фух, ну что ж, подошёл к концу ещё один полуфинал, и он получился не менее резонансным чемпиером. Михаил Стёпкин победил и вышел в финал, где будет сражаться с Денисом Кондраевым, а Александр Аксенов проиграл. Это реально просто нонсенс. Саш, расскажи, пожалуйста, как так получилось? Ну, блин, я чуть-чуть хотел выиграть, но когда Артём проиграл, стимул был уже не такой сильный, чтобы встретиться в финале. Ну, не ради денег это всё было, а ради того, чтобы мы так бац, и два друга встретились в серединке. Но не вышло, но ничего страшного. Может быть, когда-нибудь или никогда. Было круто, спасибо. Спасибо тебе. К сожалению, да, ваша вот эта история красивая не получилась, хотя, как я уже до этого говорил, в предыдущей игре мы все действительно ставили на это, что действительно вы с Артёмом зарубитесь в финале. Но нет, другие два друга зарубятся. Это Миша Стёпкин и Денис Кондраев, которые являются оба представителями города Тольятти. Волжане побеждают фактически уже на Винтеринге. Это факт. Саш, тебе огромное спасибо за участие. Ты был без привлечения украшением нашего турнира. Надеюсь, тебя ещё не раз увидим на крутейших контестах, потому что это как на этом ничего не заканчивается. Миш, ну тебя я поздравляю. Ты вообще огромный красавчик. Как мы уже говорили здесь в процессе игры, мы увидели на Винтеринге на этом трёх разных Миш Стёпкиных. И сегодня, вот я считаю, был самый крутой. Причём я тут понял только что, что ты дал полный шат-аут Владу Мельнику, когда сказал, из третьей попытки, именно так как он в игре с тобой, сделал это 360 VIP, то есть это вообще майндблоуинг. Ещё раз тебе респект. Это было крайне сильно. Твои ощущения после этого басла? Я очень рад, что я буду играть со своим кентом. Ты сказал, красивая история не получилась, зато получилась другая красивая история. Короче, это Тольятти, сука. Бэл! Волжани на Винтеринге закрывают! Павел Никонов, главный судья нашего турнира. Я уже не знаю, что после таких слов говорить. Реально, это очень круто. Я думаю, что вы все ждали, что Акс с Тёмиком будут в финале, но, к сожалению, вот так вот сложилось, никто не знал. И теперь два других друга, реально, как сказал Лёха, это Миша и Денчик столкнутся. Покажете красивую игру? На чикенбарах думаем играть. Думаешь, стоит? Конечно. Ну тогда, ребят, ждите такой вот финал. Мне больше нечего сказать. Слушай, не очень трейлер. Я надеюсь, что они зарубятся. Все-таки там сотка на кону. Я знаю, что Денчик уже хочет себе поставить пневму на Жигу. А ты как эту сотку хочешь потратить? Посмотрим. Посмотрим. В общем, короче, я думаю, Денчик мотивации побольше. Ну что ж, увидимся, ребята, уже в понедельник. Нет, еще что-то? Хочу сказать респект Саньку огромный. И хочу сказать вот этим всем хейтерам сосать. Бэм! Это Миша Степкин! В конце респект нашим партнерам. Фактстор.ру, BRD, Ани, ННХ, Байт, Горилла и всем тем, кто поддерживает нас на Бумстартере. Вы помогаете развивать отечественную BMX-индустрию. И это факт. Ну а с вами мы увидимся уже в понедельник на финале! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фактстор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова